Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришли 4 новых участника. Арай Чебанян из города Ростов-на-Дону, ему 24 года, пришел к Лиличе Трару, которую знает уже давно. По линии Лобановой из Москвы, 19 лет. Она пришла на проект к Ярославу Чердкову. Когда-то Ярослав встречался с ее родной сестрой, но у них отношения не получились. Елене Верскуновой из Рязани, 24 года. Она хочет построить отношения с Андреем Денисовым. Андрей сказал, что у девушки нет шансов. Анастасия Александрова из города Ангарск, 21 год. Ей нравится Дима Талыбов, но она ему оказалась не симпатична. Покинули же проект трое участниц. Кристина Южакова, Марина Барабаш и Настя Датюкова. Датюкова спасла Машу Кахно. У Маши была возможность проверить Андрея, и он чуть было не ушел вместе с ней. У ребят взаимная симпатия и полноценные отношения. Лилия готова простить Сергея Захарьяша. Сергей дарит ей цветы, пишет, что все осознал, любит Лилию и просит дать последний шанс. Лиза Триандофилиди ревнует Рому Гриценко к Ольге Бузовой. Камера зафиксировала, как Оля и Рома обнимались при встрече на парковке на поляне. Рома уверяет, что это было просто дружеское приветствие. В недавнем эфире показали ссору между Виталием Малышевым и Филом Костробовым. Малышев на вечеринке стащил графин виноградного сока, чтобы выпить наедине с Алисой. Фил назвал его эгоистом и влепил Виталику оплеуку. Саша, Артемова и Женя Кузин определились с выбором места, где будет проходить их свадьба. «Мы выбирали почти целый год», — говорит Артемова. «И как только наши глаза увидели эту виллу, все сомнения отошли назад. Я увидела свою мечту». Марина Африкантова отметила свой день рождения в кругу семьи. Она познакомила Рому Капаклы со своими родными. Татьяна Владимировна в перископе сказала, что парень ей понравился, и она выбор дочери одобряет. Ольга Бузова дала концерт в Испании. Она выступала вместе с Николаем Басковым. «Наконец-то тебе повезло с партнершей», — пишет Бузова. Выяснилось, почему Элла Суханова прекратила общение с Викой Романец. Долгое время девушки были подругами, но в последние полгода ни Элла, ни Вика не опубликовали ни одного совместного фото и абсолютно забыли о существовании друг друга. Стала известна причина этого. После того, как Романец подло поступила с Женей Феофилактовой, уведя у нее мужа, Элла решила не рисковать и оградила свою семью от лишних проблем. Антон Гусев вместе с Викой прилетели на отдых в Турцию. Антон рассказал, что они живут на закрытой вилле. Территория и вилла у нас отдельная, ресторан также. Так что ребята защитились от неадекватных людей, которые пытаются их сфотографировать. Оксана Рязко вновь воссоединилась со своим 50-летним бойфрендом. Они поговорили и решили начать все сначала. Она теперь не давит на мужчину постоянными разговорами о женитьбе и ждет, когда он придет к такому серьезному решению самостоятельно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!